МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шаре. Сегодня в выпуске. Глава Самары Елена Лапушкина обсудила коммунальные проблемы с жителями Советского района. Какие решения приняты? Сносители оставить уполномоченный по правам человека в Самарской области Ольга Гольцова встретилась с жителями дома на Александра Матросова, который просит исключить их дом из программы расселения. В Самаре прошло выездное заседание оперативного штаба по подготовке города к отопительному сезону. Проверили ремонт теплотрассы на пересечении улицы Промышленности и Измайловского переулка. Как выйти на электронные торговые площадки для самарских предпринимателей организовали обучение по продажам на маркетплейсах. Укрепляют иммунитет, снижают холестерин и очищают сосуды. Как заготовить на зиму соленые огурцы? Глава региона Вячеслав Федорищев встретился с руководителем Федеральной налоговой службы Даниилом Егоровым. Как подчеркнул в Рео губернатора, для областного правительства взаимодействие с федеральной структурой один из приоритетов работы. Задача помогать предприятиям становиться еще сильнее. Большая работа ведется по повышению финансовой грамотности населения. Даниил Егоров отметил, что в работе важно ориентироваться на клиента, чтобы люди видели, как работает система и понимали, куда идут их налоги. Глава региона Вячеслав Федорищев предложил Сергею Володченкову стать исполняющим обязанности главы Сызрани. Об этом в Рео губернатора сообщил у себя в Телеграм-канале. Володченко в долгое время был в числе руководителей машиностроительного предприятия, являлся депутатом Думы Сызрани, поэтому хорошо знаком с городом, проблемами и потребностями жителей. Работы много, сызранцы ждут конкретных решений, написал Вячеслав Федорищев. 17 августа глава региона посетит город, пообщается с жителями, обсудит острые вопросы. Глава Самары Елена Лапушкина сегодня побывала на нескольких адресах в советском районе города. Местные жители ранее приходили на прием к главе города и к руководителю области Вячеславу Федорищеву с несколькими проблемами. Они касались и передачи теплового узла, ресурсоснабжающей компании, и завершения работ по программе содействия, и обустройства контейнерных площадок. Какие варианты решения проблем были предложены – в нашем сюжете. Председатель ЖСК дома 177А по улице Партизанская Рената Долганова рассказывает, вместе с соседями мечтают о преображении территории перед домом. Для этого они приняли участие в программе содействия. Разработали проект, пригласили подрядчиков. Но те свои обязательства перед жильцами нарушили. Асфальтовое покрытие не доделали, как и ограждение. А фонари установили не те, что выбирали жильцы. Они латкнули, должны были подключить. Тут начались у нас вопросы. Мы начали с ними же ругаться, претензии предъявлять. Они сказали, ничего убирать не будут. Потому что они не посвятят. Разрешить ситуацию помогло вмешательство главы региона Вячеслава Федорищева. Елена Лапушкина рассказала, что уже 26 августа проведут торги. Потом приступят к работам. По проекту на участке должны уложить новый асфальт, заменить колодцы и фонари, сделать ограждение. Также у жильцов дома 177А по партизанской возникли трудности с передачей теплового ввода, который сейчас числится на балансе дома, в обслуживание ресурсоснабжающей компании. С этим вопросом они приходили на прием к руководителю области Вячеславу Федорищеву и к главе города. Из-за того, что я не могу предоставить это письмо согласия, Департамент имущества не может нас взять на баланс. Но при этом Т-плюс говорит, извините, мы являемся арендаторами муниципальной собственности и обслуживать ваше имущество мы не можем. Вот если вы передадите муниципальную собственность, то тогда это будет само себе разумеющееся. Елена Лапушкина на приеме граждан рассказала, что процесс согласования необходимых документов с ресурсоснабжающей организацией запущен и планируется, что до начала отопительного сезона тепловой ввод будет передан ресурсоснабжающей компании. Глава города осмотрела и контейнерные площадки в этом микрорайоне. Жители жалуются на проблему с вывозом мусора, а также на нехватку контейнеров. Гаражи вот те готовы убрать. Уберем, можем продлить туда. Здесь контейнеров надо как минимум еще 3-4 поставить, для того, чтобы вот этого не было. Потому что вот эти раз, два, три дома, они все несут сюда. Я сделаю заезд с Балаковской, сделаю, чтобы соединиться со 177-м. И здесь все заасфальтируем. Я обещал, помните, мы сказали, включим план работы. Мы его включили. Работа по организации проезда к контейнерной площадке, а также по ее увеличению, будут сделаны в следующем году. А пока подходы к мусорным контейнерам засыпят асфальтовой крошкой. Виктория Шара и Николай Пифанов. События. Сносить нельзя ремонтировать. Такое мнение у жителей дома 74 по улице Матросова. Здание признали аварийным. Жильцы не согласны с этим решением и обратились за помощью к уполномоченному по правам человека в Самарской области. Ольга Гольцова вместе с представителями профильного департамента и администрацией промышленного района выехала на место. Как прошла встреча, расскажет Елизавета Прокопенкова. Татьяна Свинкова переехала в дом на улице Матросова 15 лет назад. У женщины высшее образование строителя, поэтому при покупке квартиры обращала внимание на состояние дома. Жизнь в квартире мечты омрачилась в мае прошлого года, когда на двери подъезда появилось объявление. Дом признали аварийным. Жильцы не согласились с таким решением. И началась борьба. Борьба за наш дом прекрасный. Все же очевидно, все видно. Сегодня была комиссия, и все прекрасно видят, что никаких разрушений нет. Капитальный ремонт и исключение здания из аварийного фонда. Все, что нужно жителям. За помощью они обратились к уполномоченному по правам человека в Самарской области Ольге Гольцовой. Она и представители департамента управления городским имуществом и администрации промышленного района встретились с жильцами. Жильцы 100% 65 квартир, которые не понимают, почему их дом был включен в списки для переселения из аварийного жилья. Тем более, что этот дом поставлен на фондом капитального ремонта на капитальный ремонт в 2025 году. Имеется в виду фасады, имеется в виду и места общего пользования, и общая собственность, ну это подъезды. О состоянии дома высказались эксперты в сфере строительства. Никаких деформаций нет. Дом в хорошем состоянии. Единственное, что требует капитального ремонта инженерных коммуникаций. Я думаю, что да. Поменяют решение. И проведут экспертизу государственную. Все-таки придут к правильному решению. Результатом беседы стало решение о повторной экспертизе. Принятое совместно с жильцами, представителями профильного департамента и администрации района. Елизавета Прокопенкова, Игорь Казановский. События. В Самаре прошло выездное заседание оперативного штаба по подготовке города к отопительному сезону. Комиссия осмотрела несколько объектов, на которых сейчас выполняют перекладку теплотрасс. Так, во внимание специалистов попал участок модернизации труб на пересечении улицы Промышленности и Измайловского переулка. Здесь работа осложнена тем, что теплотрасса проходит под дорогой, а в непосредственной близости располагаются другие коммуникации. На встрече обсудили взаимодействие с ресурсоснабжающими организациями, чтобы качественно и в срок закончить перекладку и вовремя открыть дорожное движение. Здесь непосредственно, значит, уличная дорожная сеть, возникают смежные пересечения газовых сетей, значит, как обойти, какое решение, техническое решение принять для того, чтобы безболезненно и технически правильно, значит, выполнить данную работу, поэтому мы здесь. Всего в этом году меняют трубы отопления на 24 локациях протяженностью более 28 километров. Эти работы в городе выполнены на 80%. Несколько объектов уже готовы, другие в завершающей стадии. Жители города просят с пониманием относиться к необходимости реконструкции теплосетей и заранее планировать свои маршруты. На особом контроле находятся участки рядом с социальными объектами – детскими садами, школами и поликлиниками. По этим адресам ремонт теплотрасс должен быть завершен до 20 августа. В Самаре благоустроит Парк Победы. Разработать концепцию, основанную на современных тенденциях, поручил глава региона Вячеслав Федорищев. По мнению самарцев, в парке нужно восстановить озеро и обновить инфраструктуру для семейного отдыха. Все детство провел в этом парке, здесь буквально в километре от парка живу, поэтому все детство у меня было здесь. И раньше действительно парк был чуть более лучше, здесь было озеро, работали все фонтаны. Сейчас, мне кажется, самое главное, что необходимо сделать и преобразить – это, естественно, разобраться с озером, то есть его наполнить, почистить. Ну, конечно же, одна из инициатив, мне кажется, самых важных, как для молодого поколения, так и для старшего поколения – это то, что вечный огонь будет гореть вечно, потому что в парке до этого он горел только по праздникам. Если говорить еще об изменениях, то, конечно же, было бы интересно, если бы на сцене, она здесь достаточно хорошая, в хорошем состоянии проходило бы больше мероприятий для деток, потому что родители действительно этого хотят, и мне кажется, это важно. В Самарской области единовременная выплата при заключении контракта о прохождении военной службы составляет 1 миллион 205 тысяч рублей. Подробную информацию можно узнать в Самарском пункте отбора по адресу улица Ленинская, 147. Там специалисты встречают желающих подписать контракт, проводят тестирование, медицинскую комиссию и предоставляют открытую информацию об условиях прохождения военной службы, социальных гарантиях, льготах и компенсации не только для бойца, но и для членов его семьи. В наше нелегкое время, я считаю, каждый мужчина должен, ну, так сказать, не просто помочь словами, а должен помочь действиями. Ну, по-другому, я считаю, никак нельзя. Это защита нашей Родины, это естественно, это не только законно, но это наши моральные, так сказать, устои. В региональном центре «Мой бизнес» состоялось обучение, посвященное работе с маркетплейсами для самозанятых предпринимателей и ремесленников, занимающихся производством собственной продукции. Это мероприятие собрало людей, стремящихся расширить свои горизонты и освоить современные инструменты продаж. Подробности в нашем сюжете. Ирина Сидорская более четырех лет занимается изготовлением аксессуаров. Маркетплейсы – отличная площадка для реализации товаров. Поэтому Ирина пришла на семинар в центр «Мой бизнес» узнать о новых трендах на рынке онлайн-продаж. Именно для того, чтобы понять, прибыльно ли это будет для меня, актуально ли для меня. Мне хочется прощупать, поэтому именно сегодня я сюда пришла. Участники семинара делились своими проектами и идеями, а специалисты рассказали о ключевых приемах, которые помогут выделиться среди конкурентов. Обсудили, как подобрать площадку под свой товар и как использовать современные тренды. Обучение организовано в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Для самозанятых и ремесленников это очень важно найти своего покупателя, потому что они собственным трудом производят свою продукцию и от того, как она скоро будет реализовываться, зависит, собственно, вся их бизнес-модель и дальнейшее развитие. О необходимости усилить обучающую работу с предпринимателями по входу на электронной торговой площадке ранее говорил в Рио губернатор Вячеслав Федорищев. Глава региона уверен, что это поможет самарцам продавать свою продукцию не только локально. Они смогут расширить свои возможности и развивать бизнес. Августина Охременко, Григорий Плешаков, События. Подорожал ли отдых на Самарской набережной, выяснили эксперты отделения Самара, Банка России. За основу они взяли данные Росстата за июль этого года и сравнили с прошлогодними показателями. Сейчас на Самарской набережной можно бесплатно посмотреть кино под открытым небом, позаниматься спортом. А вот замороженные придется заплатить на 9,5% больше, чем прошлым летом. За газированные напитки на 7% больше. Кофе со сдобной выпечкой обойдутся жителям региона на 9% дороже. Эксперты связывают это с ростом числа гостей региона. Увеличивается спрос на услуги гостиниц, организации туризма и отдыха, кафе и ресторанов, что отражается на ценах. При этом важно понимать, что по стоимости одних, даже самых популярных товаров, нельзя судить об изменении общего уровня цен. Росстат рассчитывает официальную инфляцию на основании изменений стоимости потребительской корзины, в которую входят почти 570 товаров и услуг. Это в том числе товары, которые мы покупаем нечасто, например, автомобили и бытовая техника. У каждого из нас свой привычный набор товаров и услуг. Рассчитать личную инфляцию и сравнить ее с официальной можно с помощью калькулятора инфляции на сайте «Финансовая культура». Соленые огурцы – одна из любимых закусок россиян. Рецепт несложный, а овощи растут почти на каждом дачном участке. Соленые огурцы снижают холестерин и чистят сосуды. Как сделать огурцы хрустящими и избежать взрыва банок, расскажет Полина Чулякова. Август – время сбора урожая и подготовки к зиме. Засолки, варенья, заморозки. Сегодня соленья можно купить почти в любом магазине. Однако хозяйки предпочитают готовить угощения на зиму своими руками. Во многих семьях рецепты передаются из поколения в поколение. Любят заниматься заготовками и опрошенные нами самарцы. Баночки по 3-4, вот чисто на зиму, на салаты. Делаю помидоры, огурцы, яблоки консервирую, компоты делаю, вишневый, сливовый, смородный. Сейчас меньше, раньше, знаете, по 30 банок помидор, по 20-30 огурцов делали. Экспериментирую, я делаю из вишни, из черной смородины, добавляю вместо укс, вместо лимонной кислоты, я добавляю туда вот ягоды. Валентина занимается засолками каждое лето. Рассказывает, когда была еще школьницей и жила с родителями в деревне, заготовки делала в деревянных бочках. Стеклянных банок не было. В бочках солили капусту со свежими яблоками и помидоры. Стратегические запасы хранили в погребе. Вся семья была обеспечена запасами на целую зиму. Теперь у Валентины есть свой дачный участок, где она выращивает овощи, которые затем и отправляются на консервацию. Я считаю, что что-то передалось, конечно, от родителей. И мне, в общем-то, нравится. Было бы еще желание. Мне нравится этим заниматься. Я люблю, если я люблю огород, значит, я люблю и консервировать, я люблю что-то делать, я вообще люблю готовить. Мне нравится, чтобы это приносило удовольствие еще людям, допустим, детям, внучке. Они покушали и сказали, ой, как вкусно, а мне это от этого было бы очень приятно. Чаще всего Валентина солит огурцы. Рецепт достался от мамы. Огурцы предварительно нужно замочить в холодной воде на 4-5 часов. Затем еще раз промыть и отрезать конечки. На этом этапе огурцы для засолки уже готовы. Далее нужно подготовить банку. В нее Валентина кладет листья смородины, хрена и вишни, а также чеснок и укроп. После того, как все ингредиенты помещены в банку, нужно положить в нее огурцы и залить кипятком на 15-20 минут. Затем рассол нужно слить в отдельную кастрюлю. Получается, что на литр воды мы должны положить 2 столовые ложки соли, 1 ложку столовой сахара и на литр десертную ложку уксуса. Теперь этот рассол снова заливаем в банку. Чтобы огурцы получились хрустящие, Валентина советует добавлять горький перец. Далее закручиваем ключом. Важно закрутить огурцы так, чтобы банка не лопнула. Для этого мы добавляем уксус, немножко уксуса, чтобы вода была кислая. Потом нужно укутать, и это должны огурцы, но где-то постоять они должны в теплом месте, чтобы закрытые были где-то сутки. Специалисты считают, что соленые огурцы богаты натрием и калием, укрепляют иммунитет, улучшают пищеварение, снижают холестерин и чистят сосуды. Полина Чулякова, Николай Епифанов, Николай Сидоров. События. Подарить детям творчество. 72 художника приняли участие в благотворительной акции. Они написали картины для детских медицинских учреждений, школ и интернатов. За кисти взялись художники-любители, архитекторы и дизайнеры. Творческая акция прошла на станкозаводе. Наша съемочная группа пообщалась с участниками. Ника Завальская впервые принимает участие в благотворительном проекте. Выделила время в свои рабочие часы, чтобы порадовать детей красочным пейзажем под названием «Юг Франции». По образованию Ника – дизайнер интерьера, но любовь к рисованию сопровождает ее всю жизнь. Мне кажется, тут каждый человек, который сейчас участвует, вдохновлен максимально этим событием, кладом, который можно осуществить для деток. Здорово, большое спасибо организаторам. Более 70 художников, дизайнеров и архитекторов собрались вместе, чтобы создать картины для детских учреждений, больниц, школ, интернатов. Организаторами акции стали неравнодушные предприниматели. Мы создали вот этот проект для того, чтобы прийти с искусством и облагородить те пространства, где живут детки, которые в силу жизненных обстоятельств оказались в этих условиях. Мне хотелось бы выразить именно слова благодарности каждому, кто, казалось бы, рабочий день, отменяют свои встречи, меняют свои графики и приходят для того, чтобы разделить с нами вот этот момент. В благотворительном проекте участвует архитектор Юлия Соловьева. Для детей она подготовила яркую летнюю картину, наполненную солнечными и радостными цветами, чтобы вдохновить и поднять настроение. Эмоции просто не передайте. Столько людей, которые болеют за одно наше общее дело, за благотворительность, за помощь нашим деткам, чтобы все были счастливы, здоровы. Все эскизы, по которым создавались картины, предварительно согласовывались с арт-терапевтами и психологами. Это обеспечивает лечебный эффект для детей, которые получат эти произведения. У нас несколько тем. Есть портрет, пейзаж и мультяшные такие персонажи, которые будут жить в спальнях у детей, на которых они будут смотреть, засыпая, просыпаясь. То есть это такой позитивный референс, который мы используем для создания картин. Акция проходит в Самаре в восьмой раз. Ее проводят в разных локациях и всегда собирается от 70 до 100 художников, чтобы через творчество поделиться теплом со всеми, кто в этом нуждается. Августина Охременко, Валерий Майоров, События. Крылья Советов проиграли московскому «Спартаку» в Кубке России по футболу. Теннисистки Самарской области продолжают подготовку к четвертому турниру «Большого шлема» в этом сезоне. А самарские баскетболистки стали лучшими в гранд-финале Лиги 3 на 3. Подробнее в нашей спортивной рубрике. Крылья Советов уступили в матче второго тура группового этапа пути РПЛ Кубка России по футболу. Самарцы на своем поле принимали московский «Спартак». Первый тайм прошел без забитых голов, а вот после перерыва гости свои моменты реализовали. Отличились «Мартинс», «Медина» и «Зорин». 0-3 – поражение «Крыльев», которые занимают последнее место в группе с двумя поражениями. В Ценцинате проходит теннисный турнир второй по престижности категории – WTA 1000. Все теннисистки Самарской области смогли преодолеть первый раунд соревнований. Диана Шнайдер обыграла китаянку Джан Шуай 6-1, 6-4. Дарья Касаткина оказалась сильнее Елены Александровой 6-4, 6-2. А Анастасия Павлюченкова победила Беатрис Хадат Майю из Бразилии 4-6, 7-6, 6-3. Хоккеисты клуба «Лада» провели товарищеский матч против сборной Казахстана. Тольяттинцы разгромили своих соперников. В первые пять минут матча команды обменялись заброшенными шайбами, а затем забивали только волжане. Особенно отличились нападающие 2-го, 3-го и 4-го звена, в которых все форварды смогли набрать очки результативности. Финальный свисток зафиксировал победу «Лады» 7-1. Свой контрольный матч провела и тольяттинская молодежка. Их встреча с «Ректором» тоже стала результативной, только голы были распределены равномернее. Волжане несколько раз отрывались в счете на две шайбы, но нижнекамцы каждый раз были близки к тому, чтобы отыграться. 5-4 победа «Ладьи». В Екатеринбурге состоялся гранд-финал Лиги 3 на 3. Приглашения на турнир получили сильнейшие команды недавно завершившегося чемпионата России, а также зарубежные команды. В соревнованиях женщин «Самара» одержала 4 победы в 4 встречах и стала победителем гранд-финала. В составе «Самары» выступили Кристина Евсеичева, Яна Митрофанова, Анастасия Ушлакова и Анна Здепская. Под руководством тренеров Дмитрия Приходько и Александра Ерофеева. В Ульяновске в акватории «Волги» состоялось первенство России по парусному спорту. В течение недели 150 спортсменов в возрасте до 20 лет соревновались в классах «Яхт Европа», «Зум-8» и «Кадет». В их числе спортсмены сборной Самарской области. В классе «Европа» среди девушек серебряным призером стала Анна Довгамеля. В классе «Зум-8» среди юниоров победителем стал Антон Мищенко, бронзовым призером – Алексей Мищенко. В классе «Кадет» до 18 лет первенствовали Ирина Саватеева и Василина Сосновая. Бронзовые медали взяли Софья Петрова и Аделина Анн, а также Арсений Конов и Марк Казаков. По итогам июля паблик «Самары Гиз ВКонтакте» вновь вошел в тройку лидеров по вовлеченности подписчиков в престижном федеральном рейтинге от Нью-Медиа. Рейтинг основан на анализе 68 сообществ, телеканалов, городов-миллионников с аудиторией свыше 5000 подписчиков. Вовлеченность – это показатель, который отражает активность аудитории в сообществе социальной сети, учитывается количество лайков, комментариев и переходов по ссылкам. Далее вас ждет обзор телеграм-каналов, городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Департамент опеки, попечительства и соцподдержки Самары напоминает о ежемесячной выплате обучающимся по программам высшего медицинского образования по договору целевого обучения. Право на получение выплаты имеют лица, обучающиеся в государственных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по программам высшего медицинского образования, заключившие договор о целевом обучении с государственными учреждениями здравоохранения Самарской области, расположенными на территории Самары. Для оформления выплаты можно обратиться в любой офис МФЦ или районный отдел по предоставлению мер социальной поддержки. Администрация Ленинского района в своем телеграм-канале приглашает жителей поучаствовать в семейном марафоне. Мама, папа, я – добрая семья. Марафон добрых дел пройдет с августа по ноябрь этого года. Присоединиться к марафону может любая российская семья. Выбирайте интересное для себя направление волонтерства и выполняйте задания. Самые активные семьи получат призы. На этом наш выпуск подошел к концу. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте Самары ГИС в нашем телеграм-канале, на страничках в Одноклассниках и ВКонтакте. Выпуски программы смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. Всего вам доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова